добрый день сегодня аж 4 февраля да надеюсь мне ничего не упадет по голове последнее время к я снимаю свои был блоге бложки не часто что-то падает по голове и меня вообще как будто реально кто-то свыше мне дает знак не снимаете вы снимаете слишком какие-то нехороших в общем с вами снова я марина думаю не узнать меня сложно когда специфическим жестом так короче говоря хотела я снять для вас блок первое мне там пишут что вот так снимает ли снимает пишут вот выходите без шапки без тапки и потом типа у вас болеете ну я болею до час я вместо шапки нашу часто капюшон и мне еще там в одном из моих видео где я была в черном капюшоне написали что это хиджаб сейчас очень как-то развернулась вот эта тема вокруг хиджаба какие-то страсти по хиджабу хочу сказать это нет хиджаб это такой вот вот такой вот капюшон очень тьфу капюшон это такой воротник который очень быстро в случае чего вот легко превращается в капюшон как в капюшоне он смешон то есть это прикольный такой был свитер я кстати он новый но он так выглядит плохо он же весь в катушках фирма мохита я покупала на вал берез и у меня там даже образ был в нем я там с кошками сижу в общем он мне именно понравился тем что он такой большой такой свободный короче и он скрывает очень хорошо лишнюю полноту лишние объемы которые мне бы не хотелось показывать и плюс к тому же он очень не вот такой вот воротник вот плотники и он очень легко случае чего превращается в капюшон а этот капюшон если его чуть-чуть еще немножко так вот вот тут вот поправить и подбородком закрепить даже вот немножко буквально он превращается в какое-то подобие действительно монашеского какого-то платочка как носят у нас монастырях монашки так вот надвинутого на лоб и это может кому-то конечно напоминать киджаб но это как выход для тех девушек которые вот им нужно обязательно покрывать голову постоянно вот они себя как-то неуютно чувствуют если у них открыта голова они чувствуют некоторые себя девушки слышал что с открытой головой с непокрытые они чувствуют себя по вот они голые вышли на улицу у меня что-то похожее возникает если я вдруг без пирсинга у меня есть пирсинг там в некоторых местах и если вдруг я его вынимаю у меня такое чувство прямо возникает что я голая хотя я при этом могу быть полностью одет и вот я знаю что некоторых девушек если они без платка у них возникает ощущение что они прям голые они этого смущают это выход как раз такие воротники это выход для тех кто ну по какой-то либо причине не может носить платок хиджаб там или что они себе наматывают на голову короче вот они это не могут носить их там нельзя запрещают на работе в школе еще что-то но при этом они себя очень неудобно чувствуют то можно просто купить такую кофту или свитер с таким воротником или пришить этот воротник вот и носить его на голове я это использую в плохую погоду мне там пишу вот вы там болеете да нет если холодно там на улице сильно дует или снег идет я надевают на голову и как бы все ок норм то есть я грудь даже специальные брошки не потребовалось или какой-то булавль буду закалывать а еще у меня есть так у меня есть отдельно такая вот штука смотрю что я тут снимаю снимаю отдельно есть вот такая вот штука тоже купленная тоже как бы на волдырь из такой шар у меня тоже был образ в нем это же мне написали что это типа напоминает хиджаб но это горю это не он его можно носить такой вот такой кружевчик можно носить просто как шарф то есть обматывать вокруг шеи если не погода то есть и я обычно выхожу на улицу это нашу как шарф а можно тоже надеть на голову сейчас я покажу что из этого получится так минутку это изделие она называется шарф труба 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 зовет вот в общем вот так вот она надевается и может просто быть короче на шее надетом вот может быть я просто боюсь что мне на голову опять чем свалится поэтому стараюсь не шевелиться лишь может быть надетом на шею то есть вот таким вот образом и он такой плотненькой тут все закрывает шею хорошо или тоже может быть надета очень легко на голову причем самое интересное через него видно то есть плохо но видно то есть как бы конечно с телефона читать книжки будет неудобному так я вижу там находится ну так конечно ходить не рекомендуется но можно вот так вот это поднимается и становится такой головной убор который был очень популярный когда я училась школе такой головной убор назывался капор вот получается такой вот такой вот капор можно ходить в таком вот капоре где-то там на улице можно конечно этот капор надвинуть посильнее на лоб тут за ушами так подцепить подцепить тут еще вот как-то так вот закрепить и тоже этот капор вот он будет полностью закрывать всю голову иногда в своих северных краях своих северных лесах когда я бываю бывает я там поздно вечером уже ночью в пургу я раньше возвращалась с электрички и там нужно было почти там как бы километр с и полтора километра идти пешком от станции там бывает уже приезжал там 10 вечера пурга я короче выходила тоже вот так вот все это делала так вот закрывала и шла как какой-то непонятный чел домой чтобы у меня короче у меня наверно помада сейчас стерлась просто да поэтому не очень люблю яркие помады и блески для куб чтобы не пачкать воротники на так я говорю наматывал шарф еще его наматывал как-то вот так вот а тут у меня сверху был капюшон у меня ветер короче ничего мне не раздувал и вот так вот шла до дома до хата как правило людей уже в это время не было единственное плюс минус когда вот просто сидишь что нормально а когда идешь еще и дышишь вот в этот воротник очки запотевают у меня тут же и как правило шла я быстро потому что торопилась как бы на себе на автобус на электричку когда шла к станции потому что у меня такая жила короче в деревне я просыпалась очень рано в 6 утра 7 утра была у меня электричка но уже на москву короче я с утрища с самого сранья не слазь на электричку с утра же холодно самый мороз там бывал там минус 25 еще вот короче вся закутанная добегала там уже до станции там уже короче раскрывалась или вечером к его ходил с электрички там как раз ехать там больше часа прохладно я уже выходил уже такая немножко изябшие тут же замерзала и а там до дома еще идти если там ветер и пурга а идти там через поле сам особенно ветреным был я же наматывала по полной программе себе шарфы или вот такой вот я говорю вот этот вот выход называется изделие шарф труба продается короче ну практически распространенным много где продается вот во всяком случае в москве московской области это и на бамберис много таких изделий разных цветов и там в посаде их прямо около станции мне тяжело все-таки в нем дышать как-то душновато продавалось тоже много таких вот всяких капров разных расцветок там леопардовые с цветочками с узорами с каким-то то есть очень очень много поэтому ко мне спрашивают почему вы ходите там без шапки без тапки вы там наверно мерзнете вы наверно замерзает нет я не замерзаю я обычно игры нашу или вот такой вот капор тире воротник который выглядит может быть как воротник то есть он такой вот как бы воротник но он легко ну одним движением превращается в капор или непосредственно вот воротник у самого свитера в самом изделии сам свитер он правда весь карточками покрылся но я все равно его ношу потому что я дома часто рисую и чтобы не портить нормальную одежду я дома как вода нашу старую хотя это советуют стилисты так не делать но я так делаю потому что не хочется покупать новые шмотки тем более гуля пишу такими стойками красками часто что просто рукава все грязные становится моментально и потому что отстирать это невозможно это же тут есть такой удобный воротник который тут же тоже превращается превращается очень быстро в капор игру можно пришить в собственно если вам нравится именно на голове что-то носить пришить это к свитеру то есть взять немножко бы как широкий вязаный рукав или там шарф пришить такой воротник или не пришить а вот носить отдельно и надевать но вот этот вязаный а есть варианты такие более тканые вот они более легкие как бы более летний вариант начинка а зачем летом я нашу как правило путь шляпу ли втеку мне голову не пикло но сама вообще я люблю платки я больше люблю платки которые называются павла посадский с бахромой то есть я вот их очень люблю когда там я у себя я ношу иногда шубы платок или на шее платок вот такие вот яркие платки я люблю на платками и чаще всего на шее наши у меня много платков там всяких за бахромой с узорами но все они остались там в москве я стараюсь одеваться как можно проще особые столпы не выделяться то есть москве обычно ношу зимой джинсы свитер куртку пятнистую свою парку в которой меня принимают за охранник и поэтому ко мне никто не пристает а летом я обычно ношу легкие джинсы футболку джинсовку если прохладно или просто джинсы кунь свободную футболку раньше любила облегающие белые футболки камня фигуру позволяла но сейчас я сильно располнилась не уже не позволяет этого сделать вот сколько там время 11 минут в общем еще раз сейчас сниму для вас вот этот вот капор вот он короче такой вот с кружавчиками то в чем я хожу в таком вот к паре такой капор и не знаю могу показать капор откуда не туда подальше такую вот помаду у меня там кто спрашивал интересовался что за помада этот помады и израильская фирма блин я не помню что за фирма вот не знаю кому видно нет вот это вот такой вот у них логотип гд сейчас я даже скажу двести тридцать два плум но ир сатин то руколор в общем вот это я тоже покупала на валбрес я на адрес покупаю практически все это игру с той привычки когда-то я жила в селе там очень мало было какой-то вообще там только магазина типа вот сельский гастроном то есть продуктовый в основном своем плюс там товара такого первой необходимости там пакеты зубная паста зубная щетка там презерватива можно было купить а вот что-то если нужно там косметику белье одежду это все я покупала на валбрес потому что почему то так получилось что несмотря на то что я жила в селе в лесах ближайший магаз это было в посаде то есть нужно было проехать из моего села 20 минут на маршрутке и был пункт самовыдачи как раз валбрес пункту пункт самовыдачи пункт выдачи заказов от валбрес где я собственно и затарилась я как-то так привыкла что у меня даже странно что там нужно куда-то идти в какой-то торговый центр что-то там ходить выбирать как можно тот же дом не слезая с дивана все это заказать это все привезут принесут и все будет таки в общем вот такая вот помада я короче в юности была фанаткой группы агата кристи и у них был такой песня опиум для никого накрасть ресницы губной помадой а губы лака я крашу губы гуталином я обожаю черный цвет у них был слоган этой песни и мне хотелось с тех пор очень черную помаду потом в моде стала готичность и мне прям хотелось черную но черную помаду я короче не нашла нашла только вот такую вот темно-темно вишневую какую-то ежевичную даже тут такая вот она темная на валберес типа как бы там был написан страна изготовитель израиль она очень мягкая она легко равномерно наносится без комочков без всяких но она не стойкая в прошлом видео где я ела банан вы могли заметить что с помощью одного банана пока я доел этот один банан я съела уже всю всю эту помаду короче вот ну она удобно хорошо наносится довольно экономно то есть откая укрывистая наносится равномерно ну при нанесении на губы если тонким слоем то она как-то посветлее то она вот именно такого как бы винного цвета становится а чтобы она была вот прямо на такая насыщенная вот винно-вишневая ее нужно толсто наносить ее очень сложно короче нанести ровно не заехав за контур губ то есть нужно все время при использовании темных помад таких насыщенных цветов нужно пользоваться каким-то карандашом для контура губ то есть ее нужно было конечно покупать вместе с карандашом иначе сложно нанести ровно не заехав за контур губ но можно если особенно кисточкой или если так аккуратненько то можно вот но к сожалению а быстро очень размазывается очень быстро съедается вот я говорю достаточно одного банана чтобы она съелась и если я пью из кружек из каких-то естественно по краям кружки остаются вот эти вот жирные вишневые и вишневые ежевичные следы от этой помады а так конечно мне нравится но игру и нужно носить все время с собой подкрашивать плюс она не сушит губы потому что у меня вот комбинированная кожа где-то она жирная с плещи с прыщами а где-то вот где у меня губы там они часто сохнут часто обветренной станции поэтому для меня важно стараюсь выбирать ту косметику которые губы не сушит такая помада как ни странно мне она пришла хорошо запакованная то есть никакая там не битая ничего вот эта фирма вот их логотип как читается я не знаю но вообще мне эта помада напомнила помады которые были у моей мамы которые я брала еще когда училась совсем в школе короче какая-то такая ретро цвет ретро оформление а я вообще очень люблю черный цвет вот не знаю то ли вот у меня такое я бы не сказал что я год но вот как тут есть такое что люблю я черный цвет действительно и темный цвет помады черный цвет в одежде и у меня прямо вот есть целые как бы луки такие то есть целые наборы одежды и все исключительно черного цвета вот мне многие говорят что мрачновато выглядит как по вдовье но я стараюсь конечно разнообразить это носить там яркие шарфы или там джинсы делать чтобы они были не черные а там синие или бортовые но черный цвет мне очень нравится я не считаю каким-то вдовьем мрачным там в рот шум мрачный мне наоборот он худит снимает недостатки скрывает он не сильно пачкается но он тоже марки на нем очень сильно заметно белая грязь то есть дезодорант пудра перхоть все это видно очень хорошо на черном цвете плюс катушки там любые они тут же станутся заметны вот поэтому черные вещи вы они служат дольше чем белые тоже белый очень быстро желтеть но ненамного самый вообще оптимальный вот по моему мнению самые оптимальные расцветки если вы хотите купить вещи прямо от реально носить ее годами и редко стирать то меньше всего пачкается расцветка леопард вот это реально это вот расцветка аля леопард пятнистая она просто как природный камуфляж на ты есть природный камуфляж он же леопард он не для красоты такой вот не для того чтобы казаться сексуальнее он в пятнышках а что был незаметно короче на фоне природы на фоне ландшафта и поэтому я говорю тут леопардовая расцветка она самой меньше всего маркой на этом на леопард на им незаметно никакие пятна то есть вино кровь грязь там ничего не видно вот это все маскируется а на втором месте уже идет реальный камуфляж от пятнистый на нем тоже практически ничего не заметно вот особенно коричневый к этом зеленовато-коричневый или даже серый тоже на нем незаметно к серыми пятнами ну типа как куртка у меня вот а потом уже идут там всякие темно-синий темно-красный там в цветочек то есть какими-то принтами и конечно самой марки белый он носится меньше всего на нем больше всего заметно любые пятна а черный тоже на нем заметно очень хорошо и пятна и катушки вот так вот пока я выпуск свой завершу но потом еще сниму для вас как бы видео наверное про свою косметику спасибо всем кто меня смотрел